Всем привет! Мурочка! Мурочка нам подарочки еще не принесла. Возле подарочка такая лежит. Мурочка, давай подвинуть этот подарочек. Я думаю, что будет три котенка и два белых и один рыжий. Ты что взяла? В общем, мы решили поспорить, кто угадает сколько котят родится в Мурке и какие они будут. Я думаю, что Мурка родит пять котят, три как она, полосатеньких и два рыжих. Я думаю, что будет три котят и два белых и один серый, ой, и один полосатый как Мурка. Два белых? Ты что ли думаешь папа снежок? Ой, нет. Два рыжих и один как Мурка. Хорошо. А я думаю, что их будет четыре, один рыжий и три как Мурка какие-то серо-полосатые. Вот поспорили. Алиса думает пять, я думаю четыре, Сережа думает три. Посмотрим, кто выиграет. А что будет тому, кто выиграет? Шоколадку. На шоколадку спорим? Нет, не на шоколадку. А на что? На зарплату. На какую зарплату? Чтобы, чтобы и кто выиграет, тому будет больше зарплаты. На деньги, что ли, спорим? Да. Если Сережа выиграет, дадим ему больше, чем денег. Тогда, знаешь, как надо? Каждый ложит, например, по пятьдесят гривен. А кто выиграл, все сто пятьдесят себе забирает. Ну, давай. Вот так можно спорить. Давай, мама? Ну, можно. А потом, кто выиграл, нас угощает. Покупает что-то вкусненькое. Ага. Мурочка. Мурочка. Она не собирается рожать. Пошлите намеренных котяток посмотрим. Хотите? Ой, ты Бози мой. Хе-хе. Бози мой, Бози. Она, значит, в четырех рубила. Смотрите, уже как пузяки поотъедали, а? Ага. Третий день котятам, они уже такие большие. И хвостики нарастают. Серёж. Их можно пальчиком погладить. Вот так, смотри. Это же Мурка. Мира немножко волнуется. Несуйте к ним лучшие руки. А то она думает, что их забрать хотят. Мира, а ты их уже вырастить успеешь, пока Мурка родит? Хе-хе. Мурки там хотят охраняться, как в хранилище. Мирочка. Ты куда-то хочешь выйти, Мирусик? Мирочка. Мирочка. Ммурочка. Мурочка. Мрочка. Рыженький такой классный. Мм. Белые-белые тут одинаковые такие, как Мира, а он особенный. Перевернуло ребёночка. Правильно, правильно, я так ее причесал. Причесал мамку. Ой, мамочка показывает нам свое добро. Мирусь. Она так балдеет, я не знаю, ей вообще очень нравится. Может быть ей нравится, что она наконец-то родила, и они уже не в животе. Она прям очень довольная выглядит все эти дни. Смотри, какие лапки у меня. Не гладь ее, там она не любит. Она по голове любит, да. Она любит, когда чешут под головкой. Не, под шейкой. И когда на головке. Вот так? Да. И вот тут? И тут ты ее приучила, она обожает. И вот тут еще. Да. Хорошо, что вы мне подарили эту сладкую кошку на день рождения. Мне котят родила, я о ней заботилась, любила. Любила или сейчас любишь? И сейчас люблю. Да, сладкая кошка. Мирусь, ты сладкая кошка. Да. Мирусь. Да, Мирусь. Ой, так и смотри, тоже меня еще почухай. Давай все по очереди. Ходин уснул, как говорят, без задних ног. Такое блузо огромное. Наверное, больше всех молока сосет уже. Двинуться не может. Подушечка. Ага. Хорошенькие. Миненькие. Сладкие. Минемишки. Мира, потому что у тебя подушка. Да, Мира, это же твой котенок. Ты ему просто очень много молока... Он даже свинуться не может. Да. Смело так. Так лежит тут. Стал подушкой. Наелся и стал мягким, как подушка. Ага. Ты умируйся, там никого нету, ты что-то упала. Алиса что-то ножками свалила. Пьет молочко. Самое лучшее время для кошек. Быть маленькими котятами. Сосать у мамы молоко. Потом вырастают такие, как снежок. И уже хотят прийти пососать. А все уже. Уже здоровый мужик. Да, Мирусь? Все. На его месте уже другие малыши. И снежка. Она уже и забыла, что она мама Тима и снежка дочь. Почему? Потому что кошки забывают. У них так нету, как и людей. Почему? Кошки не забывают, кто их ребенок. Потому что они много, слишком много могут детей родить. Понимаешь? И они могут обо всех помнить. Боззи какие милые, глянь. Ага. Ой, милота. Милота. Пополз. Ага. Пополз. Пополз. Все будет у них свое. Если вы одного решите оставить, назовите его шлепой. Ну, мне кажется, если родится похожий на шлепу, то только у Мурки. Мама, может, вот этого оставим себе? Алиска, у нас рыжих котят уже. Смотри. Тим, Симба, Батон. Белого. И белых у нас, Мира, Снежок. Мама, может, хоть одного оставим? Алисочка, у нас много, слишком. Мама, давай я его оставлю. Если они найдут хозяев, то мы отдадим. А если мы не сможем кому-то одному найти хозяев, ну, тогда придется оставить. Не выкинем же мы. Не выкинем же мы. Но мы будем искать. Им всем ручки. А ты, Мира, докормишь молоком? И сказал Костя сразу же Миру на стерилизацию, чтобы все больше не нагуливала. Потому что Мира это самая-самая гуляка у нас. Что ты Миру пугаешь вот ногами? Ну, вот она пошла проверять, кто пришел. Бросила детей. О, ты еще и шипишь. Он шипит. Тим со Снежком тоже, по-моему, поначалу шипели. Шипит. Мира пошла кушать. Мама, а мне они откажутся от него? Не. Да я смотрю, она нормально, ровно относится. Когда мы их смотрим. Пожел же. Не бойся, испуганша. Аккуратно. Малыш. Ничего себе. Понятно, зачем котикам дали такой... Понятно, почему котенкам дали такой сильный мяк. Чтобы мама прибежала на помощь. Ну да. Природа для этого такой... Она решила, что он в туалет сходил, поэтому кричит. Мируся, ты уже знаешь, да, по каким причинам они могут кричать. Да, Одни? В туалет сходили? Да? Что вы тут, скажи, все пришли? Мои сокровища трогать. Ладно, Мира, отдыхайте. Отдыхайте. О, не хочет отдыхать. Хочет гулять. Братишки. Посмотрите, что у нас за окном. Какая погодка. Конкретный такой ливень. Конкретный такой ливень. И, по-моему, Мира замышляет выйти погулять. Ты серьезно, Мира? Пойдешь под водичкой купаться? Дернула, дернула. Мира, не дури. Мира, не дури. Ты еще детей не откормила. А уже гулять несешься. Вот это такая натура у нее, вы видите? Гуляка. Была у меня когда-то кошка Моня, ангорка. Тогда тоже постоянно гулять рвалась. Все невозможно было дома удержать. Ангорки все такие. Давай, зайка. Не пойдешь ты никуда, пока детей не вырастешь. Это не ангорка? Так она и есть ангорка. Правда, не чистопородная. И пока тебя не стерилизуют, Мируся. О, что это еще такое? Что это вы тут варили? Это я. Это суп? Нет, это я хотела Сереже показать свои сквиши. У нас день. Я застелила кровать. И на ней так красиво смотрится Мурочка. Между подушечками легла. Она сейчас все время спит. Я читала, что это признак того, что это последняя неделя беременности. Кошка много спит, готовится к родам. Лама сына свитомал. Лама сын его порвал. Мама, 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 мама. Папа, лама сын пошли за мной. Кто собрался со счеталки, будем начинать помогать. Лама, мама, 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 сына, подожди. Лама, мама, мама, сын. Что вы тут поете? Пойду Мурочку поглажу. Останний разочек трубочка. У Лисушки урок с логопедом. Не сжимай губки вперед. Один, два, четыре. Супер. А ну, теперь почули? Відчули свои губки? Боляют уже трошки тут. Боляют трошки? Угу. Тепер наша вправа гарячий млинець. А ну, скажіть, будь ласка, коли мама жарить млинчики, забирали в неї тихенько млинчики? Млинчики. Да. Мама жарить, а млинчиків нема на таріці. Мама жарить, а млинчиків нема на таріці. Буває у вас таке? А дітки ходять по одному. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ось же. Наш миличок, ой, наш миличок. Наш язичок, зараз, це буде гарячий миличок. Ми його розхладляємо і кладемо на нижню гугу. Ось так. І дмухай на нього, кажемо. Дмухай. Те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Добре? Робимо вдих носом обов'язково. А, вийде, челі. Да, ось так. Логопед дала такое упражнение. Але за рахунок того, що в перші рази ви можете гарно задирати голову. Тільки перед цим вправою, будь ласка, коптайте клинку. Добре? Щоб у вас булку. Я зв'язково нагадуюся мамам робити вправи для щичок. Я відправляю кучу сердечкою, кучу сердцею маму. Що на мене? Все. Супер. О, супер. Мне не подобається все, що цей рух. Ми тільки що іграли в школу. Я таїнцюний повар! А тепер просто так будем играть. Магазин. Вернее, в ресторан свой. Вот Алиса повар. Костя щас придет что-то покупать. А Сережа вон там кассир. Деньги считает. Я уже потащила свои ложки. Готова готовить? Готова готовить? Тавтология однако. Нате покупатель ваши деньги. Я купав повар. Проходите. Ну що, також нас тут ассортимент. Здравствуйте. Вон там все написано. Пан продавец. Че тут вегетарианское есть у вас? Вена у нас есть. Салат вижу. Салат, да. Салат. А че котель? Котель будет вкусно. Как-то портрет господин продавец на деньгах очень на вас похож. Нет, че вы смеетесь? Это деньги фальшивые? Нет. Это твои деньги. Это ты из своего кошелька достал. Для вашего кафе. Так, ладно, я плачу 6 гривен за пациент. Щас, стоп, стоп. Щас. Еще что? Ну, к коктейлю давайте кекс. И пицца. Пицца 7. Пицца 7. Пицца 3. Коктейль. Угу. Я делаю коктейль. Коктейль 6. Может сильно много не леет его? Расплескается? Расплескается. Я крючкой и закрою. Ну ладно. Салат 43 гривны? Ой, стоп. Вот это обсчет. В магнию в три раза больше. Я в уме посчитал комиксы. Плюс. Три. Ага. Плюс. Три. 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 Красивый коктейль. Как настоящий сок. Три. Ну если будет все вкусно. Три. Что там за заказ на ком? Помните? Коктейль, кекс, пицца все. Кекс и пицца еще. Ну пицца у меня готовая есть. Кусок пиццы. Помидор. Помидор добавь. Помидор. Хорошо. Берем тарелочку. И можем кусочек пиццы. Ого, коктейль поднялся, выкручай. Сейчас будет выливаться. Вау, с пенкой. Коктейль готов. Куда его налить? Стаканчик уже у меня большой. И пока что будет желтый. И пробуем. Круто, да? Вообще, как по-настоящему. Так, коктейль, что еще? Кекс? Кекс. Сейчас варим. А что в вашем кафе? Столики какие-то не прибранные. Вообще, сесть нет. Кому там? Кушаем затем столько. Мне там неудобно. Ничего. Можете на диване покушать. Только коктейль не разлейте. Да. Может, вам вместо кекса эклер? Нет, кекс хочу. Ладно. Сколько кексов? Два или один? Один. Один не хочу толстый. Слышь, в игре только. Ну хоть в игре. Дома бы два выбрал. Так, кекс лучше не спится, а отдельно, наверное. Так. Я дарю вам в подарок одно мороженое. Ух ты, подарок от заведения. Тут еще и бонус есть. Ай, пахнет. Да, пахнет на пол комнаты. Это же пенка для купаний. Персиковая. У тебя персиковый коктейль. А что еще? Что-то еще? Пицца, кекс, коктейль. Все, е? Да? Еще и мороженое бонус. У меня здоровье. Эй, тебе сейчас пропоносит. Ха-ха-ха. Нет? А в это зубы можно сломать, да? Ой, понарошку вкусно. Тут пропоносит, там зубы сломают. Сережа. Давай поиграем. Вот папа будет кассиром. Просто не будет туда залезать. Мы ему дадим. Что, он может залезть? Он пролезет. Давай, папа! Папа будет кассиром! Папа будет кассиром! Папа будет кассиром! Папа будет кассиром! Попробуй меня только обсчитать. Хорошо? Папа, ты пролезешь! Давай! Винни-пух! Пролез. О, мою самого вредного покупателя. Да, вредим о вами пришел. Ну давайте, уже раз пришли. И я сегодня голодная. Я хочу... Пошел, тут все продукты? Хоть бы коктейль, хоть бы коктейль, я хочу приготовить себе. Я хочу два коктейля, разные. Два коктейля, я второй. Вот, смотрите, записывайте и не обсчитайте меня. Два коктейля. Два коктейля. Это у нас... Где они? Не вижу. Вы что? Двенадцать. Так, двум коктейлям я хочу шоколадку. Восемь. Я хочу суп. А как все это сочетается? Это вообще не ваше дело. Ваше дело деньги взять и все. Я вас беспокоюсь, женщины. Где книга жалобы, предложений? Не завели еще. Вы слишком много болтаете. Потому что много таких приходит, она уже закончилась. Так вам наоборот даже надо есть болтать, если много приходит. Так, суп. Суп хочу. Сколько стоит? Десять. Могли бы и подешевле. Я хочу два мороженых. Фрукты хочу, салат. Мороженый сколько стоит? Одно три стоит. Три? Да. Моженый сколько стоит. Фрукты, салат и два круассана. Они сами сразу не жают. Сами смотрите. Это ваша работа. Фрукты восемь. Салат и два круассана. И кофе. Салат. А вот совсем, да? Кофе? Да. Теперь считайте. Я еще целый не увидел. Надьте, вашу табличку. Вы не лопнете вообще. Это вообще не ваше дело. Вы хотите вечером весы... Может быть, я тройню ношу. Из-за троих ем. Да, тройню из круассанов. Я понял. Вы вообще там еле помещаетесь. Молчите. Я дадила вам как-то... Пять круассаны. Деньги, круассаны пять. Вообще, и считайте... Сколько, два? И считайте, и читайте медленно. Два круассана. Пошли одну круассана два, да? Так, 10, 20, 20... А у вас денег хватит? У меня кошелек украли. Где мой кошелек? Все, заказ пропадает. Нет. С вас 66 гривен и 200 гривен чай вы. Чего? Думаете, легко вас обслуживать? Какие 66, что? Я на 66 заказала? Да. Ладно, добавьте мне еще конфету за 2 гривны. Не хочу, я такое число некрасивое. Ваши 68. Хорошо. Я нашла свой кошелек. 68. Будете сдачу давать со 100. Чтобы вам жизнь малиной не казалась. У меня, конечно, мелочь есть. Остальное идет. Сдачу давайте. Кафе идет. Я сейчас в антикоррупционное агентство позвоню. Это кому? Насте с Катей? Не знаю. Они мои родственники. Разберусь. Они процент имеют с кафе. Ваше кафе закроется. Благодаря вам, непрофессиональному. Я давно хотел работу поменять. А что на это скажут владельцы? Будут новые владельцы. Мне готовят. Так, поварята, поварята, берите заказ. С чем это вы коктейль крутите? Спасняшка. Поварята, нафиг. То, что надо приготовить, вот это и вредно. Мне, пожалуй, зарплату еще надо будет. Какая зарплата? Вы здесь булочки кушаете просто так. Все, это ваша зарплата. Мне это нечестно.